Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Наверное у каждого было такое на работе, когда вас при всех на совещании ругали так, что казалось хуже человека не найти. И то не так, и это не так. В общем критика по всем фронтам. Но если не у каждого такое было, то у многих точно. Вот и со мной приключилась похожая история. Вот однажды в разгар рабочего дня позвали меня на общее совещание. Длилось оно ни много ни мало целых 30 минут. И все эти 30 минут были посвящены мне. Мне пришлось слушать полчаса о том, какой я плохой, какой я никчемный работник, как у меня руки не из того места растут и так далее. Я конечно пытался защитить себя, наводил разные контраргументы. Но разве меня кто-то слышал? Целью было наверное мне вынести мозг. Дошло уже даже к тому, что мне стали угрожать увольнением. Я еще послушал все упреки в свою сторону и тут мне просто надоело. Не сказав ни слова, я встал из-за стола и направился к выходу с кабинета. Мои коллеги же в это время продолжали обговаривать мои недостатки. Первым опомнился начальник. Он сразу резко рявкнул и спросил меня, куда это я намылился. Как куда? Отвечаю я. В отдел кадров. Буду писать заявление на увольнение. А что делать? Вы тут так старались меня убедить в том, что я плохой работник, что у вас это получилось. Я согласен. Я не достоин быть частью такого коллектива. Пойду напишу заявление по собственному. После этих слов начальника как будто подменили. Он сразу же стал спокойным и уже нормальным тоном обратился ко мне. Но что же ты за человек такой? Вот почему тебе ничего сказать нельзя? Чуть что ты сразу огрызаешься. Что уже на тебя на совещании и поорать нельзя? Вот ты уволиться надумал. А кто работать будет? Все, иди работай спокойно. Нет у нас к тебе претензий. Нет и не было. И вот после этого еще было не одно совещание. И вновь начальник выносил мозг, ругал и орал. Но уже на других. Меня он больше не трогал. Наверное, я все же ценный работник. А огрызаться нужно. И иногда это помогает приструнить любое начальство. А то так и на голову скоро вылезут. Начальники бывают разные. Умные, глупые, добрые, злые, хитрые и не очень. К сожалению, попадаются и настоящие отморозки, решившие почему-то, что должность и социальный статус позволяют им унижать достоинства тех, кто зависит от них в той или иной степени. Что поделать? Деньги и власть часто портят людей. Не стоит пасовать перед большими боссами, обзывающими вас последними словами, брыжущими слюной и топающими ногами от ярости. Нужно уметь с ними разговаривать. И не забывать при этом о своих интересах. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.